Аудит Эйци-магазина. Как сделать самому, когда только начали? Что самое важное? Приветствую вас, друзья, с вами Прохоровская Светлана. Посмотрим аудит на примере двух магазинов, посмотрим 15 часто повторяемых ошибок. И, друзья, я этим летом написала книгу для тех, кто хочет сам сделать аудит Эйци-магазина. Она вам помочь, как сделать самому аудит. Плюс, если вы смотрите это видео, к нему есть большая статья, огромная. Кому интересно читать, почитайте. По поводу аудита. Вот такая у меня книжечка. Если интересно, кому зайдете в мой Эйци-магазин, посмотрите, тоже пролистаете. Но сейчас я хочу обратить ваше внимание на те 15 ошибок, которые я буду оглашать. Почему? Потому что они очень часто повторяются. Мы посмотрим, что эти ошибки лежат на поверхности. И если вы надеетесь, мечтаете о первой продаже, вы хотите получать доход от своего Эйци-магазина, стабильный доход, я вас прошу, заполните и исправьте эти ошибки, заполните свой Эйци-магазин. И сейчас я постараюсь быстро, коротко вам рассказать, почему эти ошибки важны. Смотрите, первая ошибка, она о том, что такое тайтл Эйци-магазина. Получается, под Эйци-магазином вы должны указать набор ключевых слов и фраз, за которые вы будете бороться в выдаче. Ошибка здесь ничего не писать, ошибка здесь написать какую-то красивую фразу общую, которая не продвигает, не ведет в топ ваш Эйци-магазин. Ну, например, если вы напишите, как мастер написала, один мастер ничего не указала, а второй мастер указала, сейчас скажу, «Handmade goods for children». Получается, это общие ключевые запросы, общие фразы. В чем ошибка? Когда человек для детей хочет купить какую-то игрушку, он пишет вид игрушки. Ну, например, «Handmade» то и хотя бы пишет, да? Ну, например, «Handmade» игрушка. Но товары для детей — это миллионный высокочастотный запрос. Их очень много. Вы же, когда хотите купить телефон, вы пишете название смартфона, да, марку пишете, вы же не пишете гаджеты для связи или еще что-то. Поэтому обратите на это внимание. Второе, как я выделила первой ошибкой в своей статье, это если вы не можете найти AdSys в свой магазин по времени где-то, ну, там, в течение двух-трех дней недели после регистрации. Вы думаете, что вы его зарегистрировали. Но если вы проверите, возможно, вы не указали платежные реквизиты, карту банка, не указали PayPal, либо указывали, но там не сохранилось. Проверьте, пожалуйста, вот на этот пункт, на этот момент. Если вас не видно в течение первого часа суток, это нормально, пройдет индексация. Ваш AdSys магазин станет видимым и для ваших клиентов, и для вас, да, и для всех гостей. Что еще важно указывать? Под тайтл AdSys магазина укажите город и страну. Зачем? Для того, чтобы участвовать в поиске. Не указали? Это что? Минус вам от поисковиков. Следующий. Announcement. Какая ошибка? Ошибка тоже ничего не указывать. Но следующая ошибка есть у мастера. Секунду. Так, моя книга переключается. Так. А у мастера какая ошибка? Мы сейчас с вами посмотрим. А мастер здесь написала на русском. Если вы открываете AdSys магазин, если вы его начинаете заполнять. Я уже эту ошибку не раз видела. А пишут люди на английском часть, пишут часть на русском. Друзья, вы где хотите продавать? Вы в какой стране хотите продвигаться? Помните, AdSys магазин, да, AdSys портал. Более 70% людей покупают на английском. Ищут товары на английском. Поэтому хотите быть видимыми для клиентов, пишем все, что на английском. Заполняем весь AdSys магазин на английском. Следующий пункт, на который обращаем внимание. Секции вашего AdSys магазина. Должны быть что? Тоже с ключевыми словами. И тот, и тот мастер не указали свои секции магазина. У меня секции магазина, чтобы вы понимали, что это. Пожалуйста, это под словом items. Находится по группам те виды товара, которые вы здесь продаете. Как вы поделили, получается, на AdSys. Поэтому обязательно указываем плюс, если вы используете ключевые запросы для названия своих секций AdSys магазина. Следующий пункт, заполните листинг. Он не должен у вас быть полупустым. Это самое главное. Обратите внимание, ваши фотографии, качество фотографий. У ваших фотографий есть разные ракурсы. Или у вас один ракурс вашего товара. Смотрите, с одной стороны, я сейчас зайду к мастеру. Милые кошечки, да, милые котики, кошечка. Очень красивый декор. Но вместе с тем, когда мы начинаем листать, мы листаем, листаем, листаем. И мы видим только, как говорится, с одной стороны. А со второй стороны. А снизу. А вот заглянуть в серединку, хорошо дать фотографию. Просите, если у вас товар. Сделайте видеообзор. Друзья, следующий момент. Не используйте чужие бренды фотографий своих изделий. Пожалуйста, не используйте. Если вас еще не забанили, не сделали вам замечания, вас еще не увидели, не заметили, не нашли, ничего страшного. Вы можете это все исправить. Но я рекомендую, не используйте чужие бренды, названия чужих брендов, даже на фотографии. Вот здесь мастеру рекомендую исправить фотографию. Если вы хотите, например, показать, что это органайзер для косметических дисков, то выложите просто эти косметические диски. А здесь очень четко на фотографии просматривается торговая марка вот этой косметических дисков. Поэтому это нужно исправить. У второго мастера тоже интересный, например, набор фотографий. Тут более понятно, как мастер создает, как более приближены, например, элементы. Это видно. Но ни у одного, ни у второго мастера нет фотографий, как вы пакуете эти изделия. Вы предоставляете красивую подарочную упаковку платно или бесплатно? Или она у вас идет в подарок? И какие фотографии у вас, например, в вашей бесплатной упаковке или платной упаковке? Как придет изделие? Почему? Потому что это и тот, и тот вид товара, подарочный, на мой взгляд, очень часто покупают на подарки. И не указывать это будет считаться, что минусом, ошибкой. Человеку нужно вам писать, спрашивать. А никто на загранице не хочет лишнее время свое тратить. И они хотят понимать это сразу. По поводу тайтла, тейгов, описания. Еще один важный момент. Описание товара. Очень важно. По описанию товара тоже человек должен уметь принять решение. Если у вас описание товара, одно предложение, либо два-три предложения, то они вам не помогают с точки зрения ключевых запросов продвигать ваш, например, листинг, выдачи на эти, выдачи Google. К сожалению, копировать, вставить не работает с текстами. И плюс короткие, ну такие, ну скажем так, отсутствующие, на мой взгляд, тексты, потому что один-два предложения, это все-таки не описание товара. Это, можно сказать, описание отсутствует практически. Не помогает продвигать ваш листинг в выдаче. Что еще важно? Первый текст самый важен. Вы должны понимать, что вы продаете. Получается, и Google поисковик, и Etsy поисковик, зайдя на ваш листинг, должен понимать, что вы продаете. А если у вас в тайтле самый главный ключевой запрос один, в тегах другой, в описании третий, у вас каша. У вас получается все в разброс, у вас какой-то винегрет. И понять поисковику, что вы продаете, очень сложно. А если поисковик не понимает, что вы продаете, какой у вас главный вид товара, он что вас будет редко показывать, либо вообще не показывать, и будете вы со своим листингом болтаться в конце выдачи, получается, после всех конкурентов. Первые теги, первые пять тегов, первые пять очень важны, поэтому обратите на них внимание, как вы их расставляете, что вы выбираете. Давайте заглянем к мастерам по поводу тегов. Смотрите, мастер первый тег выбрала «A gift for a girl». Плюс мы вверху видели только что, что это милые котики, называется «Organizer on the cosmetic table». Получается, здесь один ключевой запрос, в первом теге другой, в описании там, по-моему, один-два предложения, и идет вообще очень сильный разброс. Следующий здесь, так, «Custom dog portrait». Первый ключевой запрос, да, вот этот у нас. Читаем, что у нас в тегах. «Pet portrait». Получается, смотрите, вы выбираете либо то, либо то, получается. Здесь нужно определиться. Я бы, например, здесь, как главный ключевой запрос, если нравится человеку, мастеру «Custom», то я бы написала «Custom dog portrait» и вверху, и внизу. И в описании товара выбрала «Custom dog portrait» главным ключевым запросом. А потом пошли дальше все остальные ключевые запросы. Плюс, посмотрите, друзья, вот, например, когда вы выбираете ключевые запросы для тегов, слово «Custom», «Gifts», «Painting», «Decor», «Present», они высокочастотные. Вам, как маленькому магазину, за ними не угнаться. Если вы подсмотрели их, например, у конкурентов, которым, например, там 10-15 лет магазину, либо 5 лет, и они начинали более в низкой конкурентной среде работать, то вам сейчас на данном этапе это не поможет. Вы, получается, с помощью этих ключевых запросов продвигаться не будете. И они у вас занимают что пустое, ну как, занимают просто место в тегах. И ваши листинги не продвигаются. Это относится и второго мастера, если есть подобные запросы. Например, запросы «A gift for a girl» очень достаточно высококонкурентный, высокочастотный запрос. И в гугле «Gift for a girl», там «Подарок для мамы». Получается, а что вы на самом деле продаете? И здесь это про котиков, органайзер для ватных дисков, мы смотрим с вами. И получается, в тегах фактически толком не указано, а что за вид товара вы продаете. Потому что если человек будет искать, он в принципе не найдет у вас. Того, что у вас не указано в тегах, у вас ваш листинг, эти поисковики по этим, например, тегам показывать не будут. Тут понятно? Я надеюсь, понятно. Аудит от магазина. Описание листинга. Будьте добры, постарайтесь написать достаточно качественное описание листинга. Очень подробно. Про материалы, технические характеристики, размерные признаки. Плюс напишите небольшой текст на основе формулы копирайтинга. Я пишу свои тексты о 250 слов и более. Я их пишу не просто так. Почему? Потому что по этим текстам тогда можно расставить органично ключевые запросы, ключевые слова. И с помощью таких текстов листинги что продвигаются. Так. Следующий момент по поводу бесплатной доставки. Когда мы заходим в эти магазины, у кого-то есть бесплатная доставка из мастеров. Секундочку. А у кого-то нет. А я хочу обратить ваше внимание, когда вы начинаете работать с бесплатной доставки, вам важно проанализировать некоторые вещи. Вы можете ее себе позволить или нет? Что значит можете позволить? Иногда, иногда, да. Вы ее не можете себе позволить. Почему? Потому что у некоторых мастеров вес товара превышает стоимость самого изделия и доставка получается намного дороже. Но изделие стоит того, и его будут люди покупать. Но вам нужно ставить отдельно. Отдельно стоимость товара, отдельно стоимость изделия. Чтобы люди, которые у вас покупали, видели вашу, получается, стоимость работы плюс стоимость доставки. С другой стороны, с 2019 года Этси рекомендует, руководитель Этси, указывать стоимость доставки в стоимости изделия, писать фришиппинг. Но по этой рекомендации пошли не все мастера на Этси. И вам важно, что проанализировать свой рынок, проанализировать своих конкурентов. Если вы один или два человека продаете такие товары, включая стоимость доставки в свои изделия, вы завышаете цену изделия. Что интересного я посмотрела по наших мастерах в нашем примере? Чтобы не иметь вот такую завышенную цену, секундочку, я посмотрела, что, например, коробочка с котами для ватных дисков стоит 49 долларов. А в среднем коробочки косметички для ватных дисков стоят 10-20 долларов. Поэтому с ценой 49 долларов и с ценой 10-20 долларов рассчитывать, когда остальные мастера по рынку продают, считайте, в несколько раз дешевле, не стоит. Масс-продаж не будет. Второй портрет с собачкой. С одной стороны, я смотрю, например, когда мозаика, когда вот такая ручная работа, сложные портреты, они примерно столько и стоят. Мастер правильно указал о ценах. От 100 до 200 долларов в этом диапазоне, согласно этих размерных признаков, чуть меньше дешевле, чуть больше дороже. Но вместе с тем, с чем конкурирует мастер? Мастер конкурирует не только по своему виду изделия, а еще конкурирует с подобными товарами. Ну, например, портреты собак за границей очень популярны. Я не зря это говорю. И портреты бывают, принты, ну, например, да, вот когда человек сам распечатывает, это вообще PDF-файл покупает, либо распечатанные принты, либо картина акварелью, либо картина маслом, плюс есть мозаика стеклом, мозаика по фото еще есть и с разными материалами. Цена от 8 долларов до 900 долларов. Если вы хотите массовые продажи, мастеру стоит продумать, да, а какую, например, дешевую продукцию по этому направлению товара, не удешевлять свою, а подумать, а что я могу еще предложить? Может, это более маленькие, например, портреты, да, совсем маленькие, либо, например, какой-то другой вид портрета. Получается, у вас ценовая линейка должна быть разнообразна. Не только дорогой вариант, а дешевый, средний, дорогой, очень дорогой. И потом вы посмотрите, а что привлекает людей в вашей цемагазин больше, да, что люди покупают больше, на чем вы больше зарабатываете, а что становится привлечением, что становится, ну, например, да, первой основанием для первой продажи, что основанием для повторных продаж, проанализируете, получается, свой ассортимент. Следующий пункт. Request Custom Order. Так, по-моему, ни у одного мастера этого нет. Показываю на своем магазине. Request Custom Order запросить индивидуальный заказ. Он здесь. Эта кнопка нужна для чего? Плюс поиски. Если это есть на Etsy, мы что этого добавляем? Если вы переживаете, что о вас, а вдруг у вас там спросят что-то, никто вас не заставляет делать того, что вы не можете. Но наличие этой кнопки, что вы готовы выслушать клиента, работать с его пожеланиями, это плюс для вас в поиске. Пожалуйста, Request Custom Order добавьте. Аудит Etsy магазина About. Что такое About? Это про магазин. Это достаточно большой текст с видео, с фотографиями. Мастера их тоже, извините, так это не указали. Здесь идет фотография. Под фотографией можно написать достаточно, ну как, тоже объемные предложения, два-три предложения с помощью ключевых слов. И потом пошел текст. Получается, по тексту вы тоже показываете, да, а что вы, получается, как вы сделали этот магазин, как вы создали этот магазин. И это ваш плюс для продвижения. Здесь вы можете показать и указать органично свои ключевые слова. Следующий важный пункт, что нам нужно посмотреть, ссылки на ваши социальные сети. Мастера тоже не указали в представленных магазинах. У меня, у меня они указаны, друзья. У меня получается, достаточно их тоже много. Я часть написала на русском, часть написала на английском из социальных сетей. И свой текст потом уже со временем добавила на Etsy. Обращаем внимание, получается. Вы здесь просто перечисляете, для чего социальные сети. Социальные сети нужны до нескольких моментов. Доверие покупателей вызываете. Это качественные ссылки на свой интернет-магазин и привлекаете покупателей из соцсетей. По поводу участников Etsy-магазина. Помните ячейку. Если есть, мы ее заполняем. Если вы один участник Etsy-магазина, указывайте себя, что вы там собственник, дизайнер, фотограф. Хотя бы просто, коротко, ясно и понятно, но обязательно укажите. Следующий пункт. Аудит Etsy-магазина. Шоп-полисис. Возврат и обмен. Кто-то из мастеров указал, а кто-то не указал. Сейчас покажу. Шоп-полисис. 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 Здесь в этом магазине шоп-полисис указаны. А здесь, к сожалению, ничего здесь не указано. Получается шоп-полисис. Вот только PayPal принимает. Обратите внимание, это очень важно. Это очень нужно. Если вы указываете это правило работы вашего Etsy-магазина, эти пункты очень важны. Они влияют на ваше продвижение. Плюс они влияют на то, что если человек будет не согласен, например, после покупки вашего товара, модератор Etsy отправляет его, чтобы он читал политику Etsy-магазина. Если у вас указано что-то, что вы не делаете, либо наоборот делаете, это ваша защита. Поэтому шоп-полисис, возврат и обмен, все ячейки, которые предлагаются, выберите мышкой, укажите обязательно. И следующий пункт. Часто задаваемые вопросы. В часто задаваемых вопросах вы тоже можете указать, что важно для клиента. И плюс насытить вот именно этот кусочек теста, ключевыми словами, органично, не сильно много, но это будет ваш плюс тоже для продвижения. Мастера что-то тоже не указали, по-моему. Помните, в одном... Ага, вообще не указано у нас. А здесь другой мастер тоже не указала. Рекомендую указать. Я тоже со временем указала. Сразу, по чуть-чуть. Потом, которые были часто задаваемые вопросы. Как оказалось, люди у меня не понимают, как могут скачать мои файлы. Получается, у меня несколько файлов, правил скачивания файлов для гостей, для тех, у кого зарегистрирован аккаунт. Я это написала. Что является вашим часто задаваемым вопросом? Подумайте. Может быть, это уход, например, за вашим изделием. Стирка, например, выведение пятен, работа там, если это получается, декор, то как пыль стряхивать, можно ли стирать, например, ваше изделие. Да, люди могут задавать эти вопросы. Поэтому будьте внимательны. Заполните часто задаваемые вопросы и добавьте туда свои главные ключевые слова. Друзья, а теперь давайте мы ответим на самые главные вопросы, которые задавали мне мастера. Первый из вопросов. Первая продажа. Когда наступает первая продажа? Почему она так волнует людей? Смотрите, все зависит от того, как вы заполнили свой магазин. Мне когда-то мастер писала. Я знаю, что мне магазин не заполнили. А что мне сделать, чтобы пошли продажи? Друзья, чтобы пошли продажи, надо заполнить Etsy-магазин. Заполните его полностью. Мне тоже очень запомнилась одна цитата. Я переводила эти цитаты на форуме покупателей Etsy по поводу продаж. И покупатель написал, почему он не купит в таком интернет-магазине? Продавец так торопится продать, что не счел нужным даже заполнить свой Etsy-магазин. Это не уважение клиенту. Обратите на это внимание. Получается, нашим мастерам это может быть сложно, заполнение, потому что на английском языке. А за границей это видится как-то совсем по-другому. Уважаемые мастера, мечтаете получить первую продажу? Ждете первую продажу? Заполните полностью свой Etsy-магазин. Хотя бы главную заполните. И подумайте сами, а где быстрее купят? В магазине, где несколько товаров, и он полупустой? Или в магазине, где хороший большой ассортимент, большой выбор, и магазин качественно заполнен? Какой магазин вызывает доверие? У кого хотят покупать? Плюс, кого будут рекомендовать, рекламировать поисковики? Тот же Etsy-поисковик. Его задача, чтобы человек остался на портале и обязательно купил, остался доволен и возвращался на этот портал. Поэтому, кого он будет рекламировать, рекомендовать, показывать, чьи листинги? Там, где человек сможет купить? Или там, где, например, один-два товара, и ничего, например, другого нету, не видно, не заполнено? Друзья, когда вы только открыли Etsy-магазин, несколько товаров, это нормально. Вы будете их постепенно заполнять, дабы гулять. Но первым делом, сразу после открытия, я рекомендую, открыли Etsy-магазин, заполните полностью главную страницу. Пусть у вас будет один, два, три, четыре товара, первые дни, первые недели, но вместе с тем у вас должен быть качественно, полностью заполнен Etsy-магазин. Те пункты, которые мы с вами проговорили. Следующий вопрос мастера. Есть ли у его магазина шанс? Я считаю, что у каждого Etsy-магазина есть шанс. И у вашего магазина тоже есть шанс. Но важно, что его заполнить, важно с ним активно работать. И следующий вопрос мастера. Хочу ли узнать, есть ли смысл этим заниматься, сократились работы, смогу ли я что-то заработать, или все силы положить на поиск работы. Друзья, ваши заработки зависят только от вас. Если вы начинаете в Etsy-магазине активно работать, у вас пойдут продажи, пойдут клиенты, начнут покупать. Я вспоминаю один Etsy-магазин, когда он тоже был открыт, стоял частично заполненным, и ко мне мастер обратилась. У нее где-то при месяце активной работы у нее первая продажа была около 400 долларов. Это была кукла ручной работы, очень красивая, в упаковке, с одеждой. Но я вам говорю сумму. Казалось бы, первая продажа и одна из самых дорогих. Не просто декор, не просто одежда. К чему я это говорю? Но это произошло после того, как мастер активно поработала и заполнила свой Etsy-магазин. Мы вместе с ней работали. Плюс мастер не знала еще и не знает английского языка. Она работала с переводчиком, она изучала немецкий. Ей было неимоверно тяжело, ей было неимоверно сложно, но она вложила все свое время, она была дома в этот Etsy-магазин. Сейчас у нее успешный Etsy-магазин. Она в нем продает и куклы ручной работы, и одежду для кукол, и, может быть, добавила сейчас, например, какую-то фурнитуру. Но магазин достаточно успешный. И это основной вид деятельности у нее сейчас, на данном этапе. Где-то еще мастер не работает. Это вот такой пример. Другие примеры есть. Например, если человек открыл Etsy-магазин, выложил товар, а потом сидит сам и ждет, это не работает. Я вас предупреждаю, что если у вас хороший, качественный хендмейд, у вас невирусные товары, он сам по себе не продается. А новый молодой магазин без вирусного товара, без продаж, сам по себе продажи первые делает не сразу. Вы должны активно заниматься SEO-продвижением, либо работать с помощью платной рекламы, либо делать и то, и то, либо в социальных сетях рекламироваться. Но что-то нужно делать, получается. Просто так на Etsy сейчас не работает. Вы открыли Etsy-магазин, выложили несколько товаров, ну вот сидите и ждете. Понятно, что со временем, с каким-то периодом, может месяц, два, три, четыре, разовые продажи какие-то будут. Но если вам нужны не разовые продажи, вы должны очень сильно вкладываться в этот Etsy-магазин своим временем, то бишь работой. Вы должны с ним работать. Что хочу сказать? Что хочу пожелать мастерам? Какой вывод еще сделать? Если вы хотите первых продаж, постоянных продаж, пожалуйста, заполните главную страницу своего магазина. Поработайте над фото, видео, контентом. Поработайте над ключевыми словами. Теги, тайтл. Добавьте качественные описания с применением ключевых запросов. Отредактируйте тайтл и теги. Поработайте над ассортиментом, над ценами в вашем Etsy-магазине. Добавьте работу с социальными сетями. Регулярно работайте в своем Etsy-магазине. Выставляйте новые листинки. Вот в таком случае, если вы будете таким образом работать, у вас пойдут и первые, и последующие, и повторные продажи. И вы тогда сможете сделать свой Etsy-магазин основным местом работы. Если вы к этому стремитесь, то, пожалуйста, если у вас есть время сейчас на данном этапе, вкладывайте своим временем, своей работой в свой Etsy-магазин, и у вас все получится. Друзья, если вам нужны подсказки, загляните в мой Etsy-магазин. Я его тоже заполнила. Если вам интересно, в Etsy-магазине у меня есть две линейки по товару. Это на русском. Получается, есть две секции. Да, у меня много сейчас в Etsy-магазине заполнено. Для кого-то считается это очень, скажем так, слишком много. Но когда вы начинаете, я тоже когда-то начинала. И у меня тоже было, что тоже несколько всего товаров, несколько. Сейчас у меня 177 листингов. Обратите внимание, ни один, ни два, ни три, ни пять. Да, прошло время. Но вместе с тем, когда вы только начинаете, ставьте себе планы, что вы будете добавлять товары, вы будете добавлять новые листинги. Если вы хотите сами сделать, например, аудит своего Etsy-магазина, загляните на мой листинг. Если у вас есть вопросы по этому аудиту, задайте их, пожалуйста, под видео. Я вам желаю удачи и успеха во всем. Я вам желаю удачи на Etsy. Я хочу, чтобы у вас все получилось, чтобы вы, ну скажем, создали прибыльный и успешный Etsy-магазин. Поэтому обратите внимание вот на этот простой план. Сделайте его. Если вы его даже не сделали, то надеяться на постоянные продажи, на регулярные продажи, в Etsy-магазине не стоит. Да, есть исключения, бывают вирусные товары. Но если у вас хороший, качественный хендмейт, его нужно продавать. Друзья, удачи вам на Etsy. До встречи в следующих видео и пишите ваши вопросы под видео. Пока! С вами была Прохоровская Светлана.